Всем здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости, зрители моего YouTube-канала, посвященному разведению скалярий и дискуссов. Значит, хотел бы вам рассказать и посвятить сегодня наше обсуждение трем темам, основанной на моем небольшом опыте, исходя из рассуждений, экспериментов и наблюдений. Значит, первое, о чем мы сегодня поговорим, это будет касаться содержания разведения дискуссов и скалярий, то есть оптимальная температура. Второе видео будет посвящено, из-за чего появляются белые индивидные фекалии у дискуссов. И третья тема будет посвящена моим предположениям или, возможно, наблюдению, то есть стресс у производителей в нерестовике, то есть у дискуссов, когда мы отсаживаем одного из производителей, что этому способствует, зачем так делать и что из этого может получиться. Итак, мы приступаем к первой теме. Температура при разведении содержания дискуссов и скалярий. Значит, во-первых, температуру при разведении дискуссов надо делать, когда они, соответственно, стоят на икре, нерестятся, ухаживают за личинкой, вплоть до месяца, полтора месяца. Ну, я содержу дискуссов чем дольше, тем лучше. То есть на протяжении трех-четырех дней, чтобы они как можно дольше питались секретом, чтобы они были более крепкие и более здоровые. Значит, температуру в данном случае нерестовике делают 30 градусов. Меньше делать нельзя, поскольку, исходя из моего небольшого опыта и наблюдений, при температуре 28-28,5 градусов личинка и малек замерзают. Как бы странно это не звучало, но личинка малек замерзает, сыпется, рыбка начинает погибать и большой, может быть, отход малька. Поэтому до полутора месяцев рекомендую делать температуру 30 градусов. Далее, у скалярий температуру при разведении надо делать 28 градусов, ну, максимум 28,5, не 29, не 30, поскольку при высокой температуре происходит очень быстрый выклев личинки. Если у всех нормальных рыбок выклев личинки получается на третьи сутки, то при повышенной температуре у скалярии выклев получается на вторые сутки. И это не очень хорошо для малька, для рыбок. То есть, личинка может сыпаться, может с дефектами наблюдаться, косяки там какие-то всплывать, брак и отход малька. То есть, надо кемальную температуру, как при разведении, так и при содержании делать 28 градусов у скалярий. У дискусов, значит, по-разному я экспериментировал, много раз видео выпускал, перевыпускал. Сначала мы содержали при температуре 30-31 градус дискусов наших всех взрослых и мальков. Потом я сделал 28 градусов, снял видео, поделился, подумал, что из-за этого там многие разные споры ходили, что могут быть и патологии при низкой температуре у дискусов, и метаболизм хуже. Опять я попробовал сделать высокую температуру. В итоге там один изводок у нас был туркисап. Значит, и он просто у нас смолёк встал в угол, перестал есть. То есть, я уже отчаялся, уже не знал, что делать. Я и все противопаразитарные обработки делал, бактериалки пролечил, антибиотиками лечил. Ничего не помогало. Оказывается, надо было просто сделать данному выводку, как обычно, температуру 28 градусов и усилить аэрацию. Поэтому до полутора месяцев держите малька дискусов при температуре 30 градусов. И начиная с двухмесячного возраста, подростков, взрослых уже можно содержать по температуре 28-29 градусов. Да, метаболизм будет немножко хуже происходить, зато будет хорошее насыщение кислородом, хорошее растворение кислорода в воде. Рыба себя будет намного лучше чувствовать. Поэтому сейчас я всех дискуссов перевел на температуру 28-29 градусов. Ну вот такое вот маленькое видео про содержание и разведение рыбок в холодной воде при температуре 28-29 градусов. Увидимся во второй части.